МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Волгоградской области и США сошлись на почве проблемы экологии. Актуальные вопросы обсудили в ходе круглого стола. Футбольный клуб «Ротор Волгоград» напустил туману. Но журналистов собрали на пресс-конференцию и резко ее отменили. Нелегальные мигранты под носом у глав сельских территорий названы слабым звеном обеспечения правопорядка в регионе. Раскрыть резонансное преступление помогла наблюдательность пенсионера. Его с трудом убедили принять вознаграждение. За помощь силовикам в раскрытии убийства 5-летней девочки сегодня был отмечен житель Калачана-Дону Вячеслав Мещеряков. Трагедия произошла 15 сентября. Поймать преступника в кратчайшие сроки помогла информация неравнодушного пенсионера. Его пригласили в администрацию региона, где руководители области, региональной полиции, следственного управления и прокуратуры выразили благодарность и вручили сертификат на 1 миллион рублей. Принимать вознаграждение Вячеслав Мещеряков изначально отказывался. Об этом было рассказано позднее на совещании по обеспечению правопорядка Волгоградской области. На самом деле он отказывался и от финансовых средств. Гражданская позиция человека помогла в кратчайшее время раскрыть преступление и заключить преступление. На сегодняшнем межведомственном совещании по обеспечению правопорядка Волгоградской области были подведены итоги проделанной работы, отмечены успехи и обозначены слабые звенья. В частности, недоработки в области миграционной политики. Главам муниципальных образований и поселений, где регулярно выявляются незаконные трудовые мигранты, рекомендовано все-таки взять ситуацию под контроль. Хотел бы попросить глава поселений, вам как более активную позицию занимать в части пресечения берегалов. Это и бюджет, это деньги, это и правопорядок, это и тяжкое преступление. В том числе создается очень благоприятная террористическая среда. И об этом не надо, я никогда не забыл. До конца этого года ряд отделов МВД в муниципальных районах Волгоградской области, где остро стоит, проблемы нелегальных мигрантов усилят временными сводными отрядами полицейских. Опыт Волгоградской области и США в решении проблем экологии обсудили сегодня на заседании Круглого стола с участием российских специалистов и гостей из Америки. Заокеанские экологи рассказали, как в их стране подходят к вопросам обеспечения качества питьевой воды, а представители Волгограда поведали о том, что экологии в регионе сейчас уделяется особое внимание. «Самое главное и тяжелое сегодня для региона то, что, к сожалению, имеется большой накопленный экологический ущерб. Это несанкционированные свалки, это отсутствие ливневой правильной канализации, это загрязнение водоемов, это вопросы агроэкологии, которые тоже очень тяжелые на сегодняшний момент. Ввиду того, что длительное время вопросам экологии не уделялось должного внимания, финансировалось все по остаточному принципу, и регион не участвовал ни в одних федеральных программах, что сегодня кардинально изменено». В этом году в Волгоградской области на реализацию мероприятий по защите природы выделено 18 миллиардов рублей. В план работы вошли свыше тысячи мероприятий, в том числе обращение с отходами, внедрение наилучших технологий охраны воды и леса, экологическое просвещение и благоустройство территорий. Заявленная на сегодня пресс-конференция клуба «Ротер Волгоград» сорвалась в последний момент, когда многочисленные журналисты уже прибыли на мероприятие. После затянувшегося ожидания, во время которого представители СМИ успели поиграть в футбол, было объявлено, что общение руководства «Ротера» с прессой переносится на неопределенный срок. В качестве компенсации было предложено подождать еще полтора-два часа, чтобы после тренировки под руководством главного тренера Валерия Есипова получить счастливый шанс поговорить с игроками. Причин срыва пресс-конференции названо не было, тайной осталось и то, что могло послужить поводом для приглашения журналистов. В любом случае ответов на накопившиеся вопросы о деятельности футбольного клуба «Ротер Волгоград» и перспективах улучшения результатов команды «Аутсайдера» сегодня услышать не удалось. Напомним, после 18-го тура первенства ФНЛ волгоградская команда находится на последней строчке турнирной таблицы. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин